Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Продолжаю ознакомиться с продукцией Eagle. Сегодня у нас на очереди нестареющая классика Eagle Dextron 3, или как у нас в России говорят Dextron 3. Популярен до сих пор продукт, хотя появилось, конечно, огромное количество энергосберегающих продуктов, мультиков и так далее. Тем не менее, старых японцев, да не только японцев, много, поэтому многие используют продукты Dextron 3 до сих пор еще. Поэтому продукт популярен, особенно в бочковых немкостях и недорогие продукты по Dextron. Что касается технических характеристик, напомню еще раз, что каждому продукту Eagle на нашем сайте, ссылку на который размещу в описании к этому видео, в самом верхней части, прикреплены 4 PDF-файла. Первый PDF-файл каждого продукта прикрепленный это TDS, стандартный, который выдается производителям и заявленный производителем характеристики там указывает. Второй PDF-файл это документ от лаборатории Корейской Resource and Development Center, в котором указываются фактические данные, полученные при замерах в лаборатории. И два файла от Корейской комиссии, которая стандартизирует продукты нефтепереработки и выпускания в Корее, это Korean Standard Association, официальные документы вполне, которые можно скачать тоже у нас к каждому продукту. По характеристикам, вполне стандартные характеристики, нас интересует в первую очередь температура застывания, это минус 48 заявленные и минус 52 фактически по лаборатории, что на мой взгляд, ну это стандартно для дексерона в принципе и вполне неплохо. Что касается, тут еще характеристик каких там интересных, типа то вспышки 222, это нам не очень интересно. Вязкость пресса 7,68 фактическая, если не помните из меня, 328,2 была, ну в пределах разумных. Продукт выпускается в Южной Корее, в Пусане, завод называется C.N.Lup, у нас коллега наши импортеры, из импортеров наших ездил туда уже на завод, снимал, я все никак не доберусь сюда видео, чтобы смонтировать его. Это небольшой, блендерный, ну такой совсем небольшого размера завод, блендерный корейский, который выпускает продукцию по собственным брендам. Бренд C.N.Lup, это как раз Eagle, тоже немаловажный момент, потому что все-таки блендерные заводы, они под этикетку тоже много чего делают. Бренд распространяется в основном в Азии, для России делается и так далее, то есть в Южной Корее в самой, по факту, он там практически нигде не продается. Хочу тоже разубедить и немножко разочаровать любителей КИКС, ЗИК и других таких продуктов, мастодонтов корейских, которые выпускают СК, GS, Caltex и так далее. В Корее вообще не популярны продукты местные, там очень много заправок, КИКС, ЗИКовских заправок очень много, но сами продукты, вот КИКС, ЗИК, СОЙЛ, Драгоновский, или Хьюдайл Оилбанк, производители X-Тир, те же самые, они там вообще не продаются практически. Они встречаются в магазинах, конечно, да, но их люди не берут, там, они берут европейские масла разные, те же самые, супер-мейджоровские, Mobil, Shell, Astro, там, американские масла популярны, там. Собственно, производство продуктов в Корее, они вообще не популярны совсем, то есть их там покупают, но покупают вообще не очень массово и совсем как бы не так, как многие у нас думают в России. Поэтому корейские масла, да, в Корее самой, как ни странно, они не совсем популярны, это такой нонсенс, тем не менее, так и есть. У меня есть видео, по КИКСу, и хотите, тоже размечу в описании к этому видео, там я полностью разбирал этот момент, там есть огромное количество фотографий с магазинов корейских, с прилавков корейских магазинов и так далее. Там есть фотографии с скрины, вернее, с трет-магазинов корейских, что там продается по факту. Можете сами посмотреть, если кому интересно, там есть фактически уже данные, можете сами сравнить и убедиться. Что касается преимуществ корейских продуктов, во-первых, они производятся из хорошей базы корейской, это скорее всего СК, хотя, конечно, это коммерческая тайна, на чем делают продукты любые блендерные заводы, но, тем не менее, это СК, либо GS, одно из двух. Ну, естественно, это логично, потому что они находятся рядом. Что касается присадок, они работают с теми же присадками, с которыми работали раньше, это четыре крупнейшие производители, это Infinium, это Aronite, это Efton, это Lubrizol, соответственно, они как и работали с ними, так и продолжают работать. Ничего не поменялось, потому что они доступны в Корее, в Корее они поставляются, с ним проблем нет, таких санкций, ничего подобного, все производится так же. Корейское качество, вернее, контроль качества в Корее, да, он достаточно высокий относительно. Конечно, это не Япония, естественно, но, тем не менее, в Корее стандарты качества, они достаточно высокие. Продукты там проходят стандартизацию обязательную, в любом случае, периодически делаются там, у них приезжают проверки там на заводы и так далее. То есть, все очень достаточно жестко там регламентировано везде, поэтому совсем шляпу делать никто не будет. Продукты делают в Корее хорошие, я всегда считал их таким крепким среднячком, и так и есть на самом деле, поэтому можно смело брать, тем более, такие недорогие продукты, да, их можно покупать вообще, мне кажется, смело. Цена продукта данного, если не память не изменяет, на нашем сайте в районе 2000 с копейками, там четырешка стоит и 600 рублей с копейками стоит литровая канистра. Я размещу прямые ссылки на эти продукты на нашем сайте, можете посмотреть. На Озон мы их будем добавлять обязательно, но будем добавлять их, наверное, чуть попозже, чем моторные масла, которые мы отправим уже на следующей неделе. У нас поедет на Озон 5.30, поедет на 20, а через пару недель будет ПАО продукты. Но ПАО у них там дорогущие на этом заводе, поэтому там это отдельная тема. Все, что касается этого продукта, еще раз разместим ссылки в описании к этому видео. Смотрите, все технические характеристики есть, все открыто по заводу, по Сиэн-Люб. Я размещу видео попозже, маленькая, сейчас доделаю мне времени вообще ни фига. Я сейчас его смонтирую, я размещу обязательно по заводу видео. Надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. Подпишитесь, поставьте лайки, нажмите колокольчики. Всем пока!